Те места, которые заповедники, по-немецки называется Натуршузгебит, то там если даже падают деревья, его не убирают эти дерева, оно остается как бы в природе. То есть как оно упало, так оно будет разлагаться. То есть природа остается нетронутой. Михалыч, кстати говоря, предупредил, туда куда мы едем, это минимум на два часа, это конечно больше, чем мы рассчитывали, наши барышни нам кое-что порвут, но тем не менее едем, едем конечно, но тем не менее мы туда поедем, потому что не поехать это вообще не надо. Сейчас Михалыч нажал на кнопочку, нам дали вот такую карточку и мы заезжаем на парковку. Это одно из самых больших казино в Европе. Вот здесь, да? Вот сейчас будем, конечно. Не, но мы же играть не пойдем. Мы не пойдем, потому что мы в шортах, нас не пустят. Нас, во-первых, и не пустят. Не, ну я не в шортах, меня могут пустят. Все равно нужен галстук и костюмы галстук. Обязательно костюмы галстук. Ну, поскольку нельзя как бы так. И вот сзади меня, сзади меня стоит Ройлс Ройс. Даже не могу представить себе, сколько он стоит. Валя, как ты думаешь, сколько он стоит? Ну, тысяч триста, пятьсот. Пятьсот тысяч евро. Пятьсот тысяч евро. Все зависит от того, что внутри. Да, в общем, какой фарш. Вот мы возле этого казино, скажем так. И сейчас мы пойдем туда, куда мы хотим. Сейчас Игореша нас догонит. Вот, а мы с Валиком пойдем потихонечку. На эту смотровую площадочку, в эти замки. Вообще, дай Бог Игорю здоровья, достатка и всех благ. Он за мной тут, как за малым дитем. Отпуск. Вот, вот такая вот вековая лесенка здесь. Вот, кстати говоря, про казино. Вот сейчас мы покажем вам фотки. Тут все написано, только не на моем языке. Тут можете перекусить, закусить, бухануть. Ну, естественно, проиграть свое бабло. Ну, можно и выиграть. Ну, можно. Но с казино играть это... Вот Валентин рассказывает. Говорит, это хорошо, что сегодня воскресенье. Ну да. Один сраный ройс и два меря. По 600 тысяч. Нет, так там нет на парклассе внизу мест не бывает. А так, в принципе, говорит, тут надо ехать, ну, как бы ставить хрен знает где. Тут вообще машину не поставишь. Тут, ну, крупно. Ну, подъехать невозможно. Невозможно. То есть, тут игра идет серьезная. Это вообще крутое казино, да? Да, одно из самых больших в Европе считается. Вот так вот. Вот так вот. А вон Михалыч у нас идет. Короче, пришел Игорь Михалыч. Куда ты убегаешь с кадра? Профессионал. Профессионал. Игорь, ну куда ты убежал? Профи. Мы думали, что он пол лимона стоит. Ну, 600 тысяч. А Игоря сейчас спрашивает, говорит, ты снял этот лимончик? Я говорю, какой лимончик? Ну, ретроил устройств. То есть, оказывается, вот кто точила сзади нас. Это лимон евро. Короче, ребята, я вам показываю вид. Который открывается на два города. Я без камеры Михалычу сказал следующие слова. Я тебе готов простить все. Даже измену родине. За такой вид, что он мне сюда привез. Это бомба. Игорь, ну расскажи, где у нас какой город? Пальчиком покажи. Ну, это Хаген. Вот это Хаген слева, да? А где Дортмунд? Дортмунд не видно, с той стороны. Дортмунд на север, а это юг. А где вот эти башни, что мы видели, когда поднимались? Башни, мы сейчас поднимемся. Еще выше? В смысле, Кайзер? Ну да, Кайзер. Это отсюда 20 минут еще надо идти. Не, ну не 20 минут. 15 минимум? 10 минут. Ребята, я готов на все. Я уже от такого вида в шоке. Это какая речка? Может, я не буду сюда приедать. Речка какая? А тут сливаются несколько речек. Тут это Рур и Липы. Липы. И еще есть место, где третья река. Там, где мы Лены. Ага, где мы форель ловили. Где мы форель ловили. Есть место, где вот три реки сливаются вместе. Короче, ребята, если мне кто-нибудь напишет, что это некрасиво, считайте, что вы мой личный враг. Идем еще выше поднимемся. Так куда же выше. Там написано Кайзер Вильгельм. Не, ну там еще памятник есть. Вот, а Валентин говорит, надо туда. А Игорь Михайлович говорит, вот туда. Короче, мы идем еще выше. Даже не знаю, как там будет. О, вот она, первая башня. Да. Игорь, это какой век? Сейчас почтем. А? Сейчас почтем. Почтем? Еще выше там башня есть? Да. Обалдеть. Короче, ребята, тут ничего нет рукотворного. Это все живой памятник истории. Ходить только тяжело. Сейчас, Михалыч, у нас как немецкоговорящий джентльмен. Ну, одиннадцатый век. Одиннадцатый век. Твою мать. Десять веков. Тысячу лет. Посмотрите сюда. Этой штуке тысячу лет. Тысячу. Десять веков. Так, идем выше. Там я вижу еще кое-что. Вот на фоне вот этого всего. Нет, давайте посмотрим гробницу эту. Вот мы сейчас заходим. Это его погребальница или просто памятник? Да, это памятник солдата Первой мировой войны. Здесь лежат вот солдаты. Смотрите. Украина. Так называемые. Разручили все до основания. И там уже нет тех, которые воевали. Первая мировая война, вторая. А у них вообще история изменилась. А здесь у них все есть. Хоть и немцы, им без разницы. Да, действительно. Придит ли ли это было? Или при ком? Или приказили? Как интересно. Лежит вроде погибший солдат. И его орел. Немецкий орел. Обнимает крыльями. То есть спи спокойно. Вот надписи. Я не знаю. Это надписи людей, да? Ну как бы фамилии, имя, отчество. А, вот пожалуйста. 39-й, 45-й год. Смотри. Где? Вот это вот, да? Ну вот написано. Вон вверху. Они вверху. Не душаются того, что у них здесь еще люди захоронены. Как бы отдают долг памяти людям Второй мировой войны. Вот смотрите, ребята. Это притом, смотрите место какое. Вот я сейчас вот показываю вам. Господи, как здесь красиво. Вот еще. Там ничего не написано. Там просто фамилия ставят 39-й, 45-й. А здесь написано? Здесь написано, что они погибли, защищая свою Родину. То есть и по барабану кто был правитель. То есть человек погиб именно за Родину. Да. Потому что эти самые меняются. Президенты, не президенты. Правители меняются. А Родина остается. А должна память оставаться. Да, вот она любовь к Родине. Не к флагу там еще чему-то, а к Родине. Так. Сейчас нас Михайлович поведет еще куда-то. Тут еще какая-то башня. Я предполагаю. То есть глядя на фрагмент этой стены, видно остались байницы. Байницы. Это был замок какой-то. То есть кладка. Вот посмотри, какая кладка. Кладка это из тех камней речных, которые протекают здесь несколько рек. Были собраны камни. Толщина стены. И сделана. Валик, стань пожалуйста, чтобы было понятно, что это за толщина. Вот рядышком. Вот смотрите. Вот человек. Класс профиль. Да какая рай. Уже понятно. Вот такая была кладка. Вот такие байницы. Сейчас зайдем. Ну я надеюсь или хотя бы. Хотя мне тяжело туда подняться. Но вряд ли я. Туда подъем есть кстати. Лифт? Ну лифта нет. Если лифт, то я готов. Пешком. Кажется пешком. У меня ноги отвалятся. Вот смотрите. Вот такая вот башенька. А это осталась смотровая башня. Ее правда реставрировали несколько раз уже. Но она осталась смотровая. Если подняться наверх, там кстати все видно. То есть вообще бомбезный вид, да? Да. Ясненько. Не знаю кафешка, не кафешка. Так уютно здесь. Здесь вот такая атмосфера. Бомба вид. Вот такой. Сидят немцы. Ну маленькие девочки с собачками. Боже какой здесь вид. Собачка такая, девчушечка маленькая. Вот пара немецкая идет. Вот такие вот дела. Очень красиво здесь. Пешеходные прогулочки скорее всего. Боже какой вид ребята. Я вам передать не могу. Сразу два города. Вот видно где Игорь живет. Вот эти вот горы. Валик когда-то сказал, что мы ушли вперед. Немецкая Швейцария. То есть честно говоря, понятия не имел об этой стране, пока сюда не попал. О-о-о. Еще мы идем. А это памятник Кайзеру, да? Да. Короче еще мы куда-то идем. Тут роскошный парк. Роскошнейший. Я даже представить себе не мог, что он такой. Так. Вот смотрите. Вот там парк откуда мы пришли. Люди гуляют с собачками. И вот подходим мы к этому роскошнейшему. И могу по-другому сказать памятнику одному из кайзеров в Германии. Я конечно схожу туда, посмотрю на этот самый, на вид роскошнейший. Даже не знаю сколько мы над уровнем моря, какая-то гора, но какая разница. Посмотрите как люди чтут свою историю. Вот так это все выглядит, но вверх подумусь обязательно. 1871 год. Ай. Сказала мамка, учи историю. Не помню какой-то из кайзеров. Вот так здесь происходит. Смотрите какая смотровая площадка. Мама дорогая. Не, я Игореша должен. Как земля крестьянина. Здорово. Виза, иди посмотри как классно видно. Наши лет назад, Гена, вон видишь островок возле этого. Вот возле моста. Ага. Просто одни камни, а сейчас рос уже трава и кусты. А вы ловили, Игорь Михайлович? Мы ловили немножко дальше, перед тем мостом. Обалдеть видуха. А вот это, а это же это, кстати говоря, вот эти вот шарики там, ну нам рассказали. Это натяжку регулируют. Обалдеть. Вот это вид. Валик, сколько ты лет в Германии сюда не поднимался? А я здесь первый раз вообще. Так сколько лет ты в Германии живешь? Ну и живу я не долго, а приехал давно, как говорится. Столько не живут. Столько не живут. Ну лет двадцать, больше. Нет, не больше. А когда ты в Германии? В девяносто шестом. В каком шестом? Пятом. Ну пятом. В январе девяносто пятом. Ну все равно уже вот пятнадцать лет, даже шестнадцатый год, можно сказать. Каких пятнадцать лет? Уже двадцать лет. Двадцать лет, да. Уже, смотрите. Какое роскошное место. Вер Михайлович, я б тебя поцеловал, но не поймут же нас. Подумай, что мы с тобой эти самые гомосеки. Ну это Европа. Нет, а пошли со своей Европой, знаешь куда. Мы целоваться не будем. Не будем. Я пошел к памятнику. Вот мы поднялись сюда. Мы ради тебя отсюда поднимать. Михайлович, надо, надо подниматься. Ты что? Посмотрите. Это чисто медный памятник. Никто его не чистит. Это медный купорос. Это, скажем так, окись веков. Уже тяжело узнать лицо этого человека, какой он кайзер. Но, тем не менее, это кайзер. Вот еще один кайзер. Так, стадус, я не знаю, комбой. Это очень приличное. Вот смотрите, вот я сейчас опущусь. Даже не знаю, сколько это высоту метров, но я опущусь. Вот посмотрите, как выглядят люди по сравнению с этим памятником. Тут лошадь три моих роста. А у меня, слава богу, метр восемьдесят шесть. О! Кайзер, Вильгельм, Демм, Херстен, Унд. Не, мой немецкий, конечно, Марк. В общем, Вильгельм Марк. Так как я себе это все вижу, прочитал. Даже не знаю, как вам передать свои эмоции. Мама дорогая, какая это мощь. Да, тут плавно можно вот так разобраться. Какой здесь вид. У меня нет слов, чтобы передать то, что я чувствую. Я очень благодарен тем людям, которые меня пригласили сюда. Конкретно Яр Михайловичу и его жене, и не Марковне. Ой, извиняюсь. И не Аркадьевне. Вот они стоят. Они здесь живут. Им не интересно. Я упал. Разваленными Рейстага удовлетворен. Вот наши люди. Вон, кстати, вот та башенька, которую мы проходили. Но у меня сил нет туда подняться. Я не пойду. Ну, что вам, ребята? Там тоже смотровая площадка, кстати. Большое вам спасибо, что вы меня сюда приперли. Приезжайте теперь почаще. Еще есть пара мест таких славких. Это в следующий раз. Михайлович, запомни эти слова. Я же психанутый. Я могу приехать. И тебе придется еще один отпуск брать. Даже не один. Ради тебя, Геннадий Анатольевич. Не один. Тогда я возьму себе отпуск. Валек, вот мы дадим жару. Если мы втроем... Вот будет лихая компания мужская. Это... Что-то точно будет мало места. Вот так. Вот так, ребята. Нет, вообще вы здесь живете. Может быть замыленный глаз. Но вообще, конечно, это бомба. Это не просто бомба. Мы же на юге были. Мозер это не юг? Мы поедем в Баварию. В Баварию? В Баварию. В Мюнхенскую Баварию. В принципе, Мозер это тоже юг. Там Трира это юг считается. Ну это юг, но это не тот самый юг, который уже... Михайлович, а как же Борусия Дортмунд? Не, ну мы же не на футбол поедем. Не, ну мы же Борусии Дортмунд не изменяем. Боже, спасибо. Ты мне скажи, я футбол, я хоть и не болельщик этот самый, но у Михайловича, оказывается, там я-то не знаю этих мест потаенных. У него есть там знак на машине, что он болельщик Борусии. Там кто-то едет, фа-фа-фа-фа. Мы были хрен знает, где от Гамбурга. Раньше болел за Динамо Киев, но сейчас там... Не, ну Лобановский умер и Динамо Киев, ну скажем так. Игорь, нет Динамо Киева того, которое было. Лобан ее держал. А при Лобане какое Динамо было? Семидесятый годовый. Это ж вообще... Нет, потому что там даже украинских фамилий нет. Валик, он это самый глазастый среди нас. Самый молодой. Он самый старший среди нас. Посмотрите, как он выглядит. Спортсмен. А ладно тебе. При чем здесь я? Смотрите, что он узрел. Вот где сабля соединяется, скажем так, как это бы назвать? Ремень? С ремнем, да. Сейчас я попробую увеличить. Я не знаю, что у меня получится. Я без очков снимаю. Сейчас я попробую увидеть. Там висит замочек. То есть какой-то влюбленный залез туда и подцепил замочек счастья. Представляешь, насколько любит? Не знаю. Насколько у него голова безбашенная. Ну и замочек очень давно висит. Потому что, посмотри, он уже окислился вместе. Да, уже немножко. Его уже тяжело заметить. Вообще, этот монумент, он очень впечатляет. Настолько эта мощь. Конечно, не к слову было бы сказано. Но я теперь понимаю, почему там германский рейх, там третий рейх и так далее. То есть тут такие монументы ставили. А здесь был Гетлиф, не? Вот, ну когда-нибудь. Во время войны или я не знаю. Валик, ты не знаешь истории? Да, нет. Ну такое здесь не... Оно просто умалчивается, да? Просто умалчивается. Ну вообще, ребята, это очень впечатляет. Стараются об этом. Они помнят об этом, но стараются не вспомнить. Ну как помнят? Вот у нас Сталин был в Ялте, так это все знают. Притом, какая разница, кто там был? Здесь даже в школе не преподают ничего о Великой Отечественной войне. Почему? Ну как? У них же не существует. У них была там Вторая мировая война и все такое мельком. Там был Гитлер, нации, все, нации запрещено. Поэтому дети даже не знают этого. Никто его не знает. Кстати говоря, мы ехали из Гамбурга, остановились на заправке. Я увидел одного рокера, у которого вот здесь, на куртке, была свастика. Я говорю Игорю Михайловичу, Игорь, а что у вас свастика не запрещена? Он говорит, как ты что, запрещена. Я говорю, как запрещена? Я видел кожаная куртка, я лично видел. Он говорит, Генн. Тяжело в это поверить. Ты, говорит, не понимаешь. Если бы он был со свастика, его тут же приняли. По лица его любой остановил, он бы сидел в камере. То есть она настолько запрещена. Я говорю, я собственными глазами видел. Говорю, немецкий вот этот орел свастика. Он мне говорит, нет. Ты вспомни, может быть там, где должна быть свастика, был просто крест. Перечеркнутый. Говорит, вот это ты, говорит, мог видеть. Но свастику, говорит, здесь, в Германии, ты не увидишь никогда. Я правильно говорю, Михалыч? Потому что тут сразу твой дом Турма, и тебе такую свастику в задницу запихают. Короче, мы покидаем это прекрасное место. Игорь говорит, будешь сам передам. Это правда. Мы же сами поехали. Просто ехали от валика с дачи. Вот. И поехали. Тяжело понять. И вообще, я очень благодарен, что меня сюда вывезли. Очень интересно, очень красиво. Бомба. Спасибо за внимание. До новых встреч.